Доброе утро. Мы находимся в офисе 1580. Узнаем за последние сутки, что произошло в городе Полтава. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, что произошло? Доброе утро. Вчера без чрезвычайных происшествий. Несмотря на то, что у нас идет дождь, сейчас транспорт ездит по всему городу, включая окраины, все нормально. Единственное, что у нас сейчас появилась информация на селочей лесок, у нас автобус опаздывает на 13 минут. Ну, в принципе, я думаю, что это не критично. Сейчас все эти заявки, которые я поговорю, мы передаем на соответствующие организации. То есть все нормально с автобусом? Да, да, да. Все маршруты у нас сейчас подойдут. Вам даже такое передают? Да, да. Значит, сейчас хочется обратиться к нашим жителям, особенно аккуратно, после этого дождя. Сейчас у нас езжает снег с крыш, максимально то, которое мы сейчас убираем, но весь объем охватить невозможно. То есть не ходить сейчас под домом. Потому что сейчас, вот именно после дождя, у нас сейчас критический момент. Потому что если сегодня все будет нормально, то практически с сосульками проблем уже не будет. Сегодня у нас пока без отопления, кроме монтажного 4 и сковороды 12, добавилось два дома. Гоголя 26. Вчера весь день ЖЭК проводил работы. Но очень большой объем остался на сегодня. И ночью, по Пушкина 88, отключили половину дома. Там аварийное... Это именно отопление, не газ? Да, это отопление. Значит, по этим домам сегодня планируем, что ЖЭК выполнит работу. А причины какие? На Пушкина 88 была скрытая утечка, а на Гоголя 26 там ремонтные работы провалили. Ну, в принципе, на сегодня у нас погода остается днем 0 плюс 2, так что можно сказать, что она нам сопутствует. Несмотря на это, у нас вышло сейчас около 400 дворников. Это КПЖУ номер 2, декоративной культуры, да, ОМВ номер 23. Сейчас у нас основные работки идут по посыпке территории. Основных это красные линии и остановки, ну, основные маршруты. Ну, в принципе, я сейчас прошелся, более-менее нормально, уже видно, что в парке уже проведены работы по центральной части улицы тоже уже видно, что посыпано. То есть, в принципе, все нормально. Вчера выходили на травмпункт, особых жалоб таких, что нет, ну, около 3 человек поскользнулось, но все-таки резином стоило ложить. Так что, более-менее, пока у нас все... Это ТВГ, который, да? Да, да, да. Дождь сегодня ожидается? Ну, нам мелкие осадки передают, ну, в основном это должно быть утро. В принципе, я думаю, что уже такого, как вчера, светлого дождя и снегопада, сегодня ведь нет уж. Ну, остается у нас, остается штормовое предупреждение по ветру, поэтому еще раз просьба к водителям, не оставлять под деревьями свои машины и также не парковаться на обочине. Вчера на адресной бестной сотни 3 мы вызывали три разных вышки, потому что пытались снять. Там припаркованы автомобили, и там нужен большой выброс стрелы от этой вышки. Очень тяжело сейчас работать, несмотря на то, что мы уже и в средствах массовой информации, водители и по себе все, скажем так, отзываются на ваши произведения. И это задерживало, прежде всего, уборку снега. Конечно, да, это ее уборку снега, но сейчас основной момент, что это по сосудкам. В отвечании, приходите с собой, возможно, зонтики, но прежде всего все равно посмотрите вверх и обходите стороной дома, потому что снег падает. Как говорили, снег, голова попадет, совсем мертвой не будешь. А вам хорошего настроения. До завтра. Спасибо, Марк.